Уважаемые братья, сегодня бы хотелось бы поговорить о великом поклонении. Это поклонение, которое мы всегда с вами делаем. Это обращение ко Всевышнему Аллаху, это ад-дуа, мальба. Мы понимаем, что ад-дуа – это величайший из всех видов поклонения. Если человек не обращается к Аллаху с дуа, с мальбами, то это указывает на его высокомерие. То есть человек, когда не обращается к Аллаху, не просит у Аллаха, не взывает к Нему, это указывает на его высокомерие. И если почитать Кур'ан от начала до конца, то вы увидите, что Аллах отворачивается от кого? Не от грешников. Наоборот, Аллах, как сказал пророк Мухаммад, наоборот, Всевышний Аллах, протягивает свою руку прощения грешнику днем, чтобы он покаялся вечером. И также протягивает вечером, чтобы он покаялся днем. То есть Аллах, наоборот, он... Всевышний Аллах говорит, Аллах хочет простить вас. И любит, когда просит у него прощения. Он не отворачивается от грешника, если человек просит у Аллаха прощения, а отворачивается от высокомерного человека. Как только Фераун сказал, «Ана раббукуму а'ля», как только сказал фараон, «Я ваш Господь», тут же Аллах, Субхану Талли, отвернулся от него. И не приняло его покаяния. Также Иблис, как только возгордился, стал высокомерным, Аллах, Субхану Талли, отвернулся от него и дал ему отсрочку до судного дня. Поэтому, когда человек не хочет просить Аллаха, Субхану Талли, не взывает ко Всевышнему Аллаху, Субхану Талли, это указывает на его высокомерие. Поэтому Всевышний Аллах, Субхану Талли, в Коране сказал об этом. Всевышний Аллах, ваш Господь, сказал, «Взывайте ко мне, делайте дуа, обращайтесь ко мне, взывайте ко мне, и я отвечу вам». И после этого Всевышний Аллах сказал, связал это с высокомерием, «Поистине те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиенну униженными, войдут в ад униженными». Поэтому, когда человек не взывает к Аллаху, Субхану Талли, здесь он проявляет свое высокомерие перед Всевышним Аллахом, Субхану Талли. Также пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхи Вассалям, в хадисе, который приводится от «Ан-Нуман и бин Машир, рада Аллаху Аанху, сказал, «Калла, Салаллаху Алейхи Вассалям, «Ад-Дуаа, хуа л-ибада, ثума караа, «Ва калла, Раббукум дууни, астажиб лакум, инна ладзина ястекберуна ан-ибадати, саядхулуна джаханна мадахирин». Посланник Аллаха, Салаллаху Алейхи Вассалям, сказал, «Мальба, ад-Дуаа, это есть поклонение». Даже «Ас-Саля», намаз, он тоже переводится как «Ад-Дуаа», как «Мальба» к Аллаху Субханаму Ата-Аля. Когда мы стоим перед Всевышним Аллахом, молимся, это то же самое, это и есть «Дуаа». Дословный перевод «Ас-Саля», «Ад-Дуаа». В другом хадисе пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхи Вассалям, сказал, «Ад-Дуаа муху л-ибада». Дуа – это мозг всех поклонений. И вот в этом хадисе посланник Аллаха, Салаллаху Алейхи Вассалям, сказал, «Мальба, дуа – это поклонение, а зачем прочитал?» Прочитал аят Аллаха. «Ваш Господь сказал, «Взывайте ко мне, и я отвечу к вам». Поистине, те, которые превозносятся над поклонением, мне войдут в гиену униженными». Касательно дуа можно целый день говорить. Однако хотелось бы сократить над некоторыми пунктами и сегодня о чем вообще вспомнить и рассказать. Первое, почему мы должны делать дуа? Первый пункт, так как это поклонение. Дуа – это поклонение. Второе, то, что это приказ Аллаха, Субханава Та'аля. И мы это все сейчас узнаем из хадисов, из аятов. Дуа – это повеление, приказ Всевышнего Аллаха, Субханава Та'аля. И Аллах, Субханава Та'аля, обещал, что Он не оставит без ответа того, кто взывает к Нему. Третье, Всевышний Аллах, Субханава Та'аля, выразил порицание тем, кто не обращается к Нему. Четвертое, повелел делать дуа, Аллах, Субханава Та'аля. При этом Он не нуждается Сам в этом, а мы нуждаемся в этом. То есть Аллах, Субханава Та'аля, если приказал нам делать дуа, не значит, что Он нуждается, чтобы к Нему звали. Мы в этом нуждаемся. Пятое, условия принятия дуа и препятствия. То есть, когда Аллах, Субханава Та'аля, принимает дуа, а почему иногда Аллах, Субханава Та'аля, не принимает дуа? Какие же препятствия? Что же мешает этому? Эти пункты делятся на неисполнение религиозных преград. Преградой является неисполнение религиозных обязанностей. Также должно быть богобоязненность у человека в сердце. В благополучные времена, то есть, никогда только Он нуждается в Аллахе, Субханава Та'аля, когда ему постигла какая-то нужда, какая-то беда, а именно в благополучное время он должен быть богобоязненным. Также употребление запретного в пищу. Это является преградой, то, что Аллах, Субханава Та'аля, не принимает дуа. Также неискренность. Также щирк. То есть, если человек взывает помимо Аллаха кому-то другому. Также беспечное сердце. Также отказ побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Оставлять дуа на пути Всевышнего Аллаха, Субханава Та'аля. Также мы расскажем, вспомним, что дуа помогает человеку войти в рай. И вспомним лучшие времена, когда делать дуа, на которые указал наш посланник Аллаха, Салаллаху Алейхи Васалям. Во-первых, мы должны понять, что дуа – это приказ Аллаха, Субханава Та'аля. Это повеление Всевышнего Аллаха, Субханава Та'аля. Аллах, Субханава Та'аля, также обещал то, что примет дуа того, кто взывает к нему. Аллах, Субханава Та'аля, говорит в Куране, это аят касательно Закарии, Алейхи Салам. Но его хукм распространяется на нас, на всех. Всевышний Аллах, Субханава Та'аля, сказал. Всевышний Аллах, Субханава Та'аля, сказал. Говорит, мы ответили на его дуа, мы ответили на его мольбу. Даровали ему Яхью. Аллах, Субханава Та'аля, дал ему Яхью. И сделали его жену способной на это. То есть, несмотря на ее пожилой возраст, она смогла родить. Поистине, они спешили творить добро. Взывали к нам с надеждой и страхом. И были смиренны перед нами. То есть, они делали добро, делали благие дела. Второй пункт, что они взывали к нам. То есть, дуа просили у Аллаха, Субханава Та'аля, и были смиренными перед нами. Всевышний Аллах, Субханава Та'аля, также сказал своему пророку Мухаммаду, Салаллаху Алейхи Вассалям, то, что он близок от того, кто его просит. Аллах, Субханава Та'аля, говорит в Коране. Всевышний Аллах, говорит, о Мухаммад, если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок. И отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Хотелось бы здесь посмотреть на такую тонкость. Подобные аяты, когда Всевышний Аллах, Субханава Та'аля, говорит, о Мухаммад, если у тебя спросят, то есть, приведем пример. Аллах, Субханава Та'аля, говорит, тебя спрашивают о вине, люди спрашивают, и о азартных играх. Скажи, Всевышний Аллах, говорит, скажи, после этого сразу же. Женщины спрашивают тебя о своих днях, в те дни, когда они не молятся. Скажи. То есть, везде Аллах говорит подобных аятах, скажи, скажи, скажи. Но здесь Всевышний Аллах, Субханава Та'аля, сказал, если мои рабы спросят обо мне, человек, опираясь, если делает аналогии с теми аятами, ждет слово, скажи. Но Всевышний Аллах не говорит, скажи. Если мои рабы спросят обо мне, то я близок. Он не сказал, Мухаммад, скажи, что я близок. Почему? Муфассиры говорят то, что Всевышний Аллах, Субханава Та'аля, даже пророка Мухаммада, Субханава Та'аля, не поставил в посреднике между рабом прощащего и Всевышним Творцом, Субханава Та'аля. Я сам, Аллах, Субханава Та'аля, то я близок. Сразу же отвечаю, Субханава Та'аля. Я отвечаю на зов, на дуа молящегося, когда он взывает ко мне, говорит Всевышний, Аллах, Субханава Та'аля. Также Всевышний Аллах, Субханава Та'аля, повелел нам взывать к нему, проявлять смирение перед Всевышним Аллахом, Субханава Та'аля. Особенно, уважаемые братья, когда случается несчастье. И сообщил, Субханава Та'аля, Всевышний Аллах, он нам сообщил, только он, Всевышний Аллах, Субханава Та'аля, может ответить на мольбу просящегося в тот момент, когда он переживает, когда у него есть какие-то тяжести, когда он нуждается в том-то. Аллах, Субханава Тааля, говорит, Всевышний Аллах говорит, или тот, кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к нему и устраняет зло. Всевышний Аллах, Субханава Тааля, мы сказали в пункт, то, что выразил порицание тем, кто не обращается к нему. Всевышний Аллах, Субханава Тааля, говорит в Коране, «В какое бы селение мы не отправили пророка, мы непременно посылали его жителям невзгоды и напасти. Может быть, они станут смиренно взывать». То есть любое селение, Аллах, Субханава Тааля, посылал пророка и посылал туда беды. Всевышний Аллах говорит, может быть, они начнут взывать, просить Аллаха, Субханава Тааля, молиться Всевышнего, Субханава Тааля. Также Всевышний Аллах, Субханава Тааля, сказал, Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. То есть Аллах, Субханава Тааля, говорит, о, Мухаммад, ну тебя уже я много-много отправлял посланников к народам. Мы посылали им нищету, недуги, дабы они смиренно обращались с мольбой к Аллаху, Субханава Тааля. Почему же, когда их поражало наше наказание, они не взывали к нам смиренно? То есть Аллах, Субханава Тааля, задает вопрос, почему же, когда приходило им наказание, они не возвращались ко мне? Их сердца ожесточились, а шайтан приукрашивал для них то, что они делали. То есть шайтан всегда приукрашивает какой-то грех, юзайин, то есть приукрашивает, делает его красивым. Следующее, Всевышний Аллах, Субханава Тааля, повелел нам делать дуа, так как мы нуждаемся с вами. Аллах, Субханава Тааля, в этом не нуждается, мы с вами нуждаемся. И это великая милость Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля. Это великодушие Всевышнего Творца. Он повелел нам обращаться к нему с мольбами, потому что мы нуждаемся в этом. Хотя, Субханава Тааля, он в этом не нуждается. Аллах, Субханава Тааля, обращается ко всем людям, к верующим, неверующим, к лицемерам, ко всем людям. Аллах, Субханава Тааля, говорит, О, люди, вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах, Субханава Тааля, самодостаточный, достойной хвалы. То есть Аллах самодостаточный, Он ни в ком, ни в чем не нуждается. Вы нуждаетесь в людей, Аллах, Субханава Тааля, говорит, в Аллахе. Также Всевышний Аллах говорит, «Аллах богат, а вы бедны». Все мы ничтожены перед Всевышним Аллахом и нуждаемся в Аллахе. Пророк Мухаммад передал хадис, хадис, который Всевышний Аллах сказал через усты пророка Мухаммада . И каждый из нас должен прочувствовать это в себе. Всевышний Аллах говорит, «Я аибади куллукм даллун илля мэн хадайту, фастахдуни ахдикум, я аибади куллукм джааиун илля мэн атамту, фастатимуни утаймукум, я аибади куллукм аарин илля мэн касауту, фастахсуни аксикум, я аибади иннакум тухты'уна биллайли ваннахар, ва ана агферу дзунуба джами'а, фастагферуни агфир лакум». Всевышний Аллах обращается. И каждый человек чувствует здесь ничтожность без Аллаха и чувствует здесь верующий человек, как он нуждается в Аллахе в каждом своем деле. Всевышний Аллах говорит, «О рабы! О рабы мои! Все вы заблудшие, кроме тех, кому я указал правильный путь». Один раз с одним братом разговаривали еще во время хаджи, интересно он сказал, он говорит, мы с одним шейхом встречались, и говорит, я одному человеку делал да'вад, и потом он говорит, что я не смог его переубедить на прямой путь, я не смог этого сделать. Винил себя, тогда этот шейх ему ответил, говорит, «Удивительно, ты говоришь, я думал, только Аллах направляет на прямой путь». То есть не мы направляем на прямой путь, Аллах направляет на прямой путь. Даже посланник Аллаха, Мухаммаду, Всевышний Аллах говорит, «На тебе только донести мое слово, на тебе только донести, сделать да'ва, сделать причину». Аллах кого пожелает, того направит на прямой путь. А кого пожелает, заблудит. Поэтому, уважаемые братья, сейчас мы с вами находимся в доме Аллаха, это не наша заслуга, это Аллах пожелал нам, это Аллах направил нас сюда. Это великая милость Аллаха, часто мы не задумываемся об этом. О, рабы мои, все вы заблудшие, все до одного вы заблудшие, кроме тех, кому я указал правильный путь. Так просите же меня наставить вас на правильный путь, и я наставлю вас. О, рабы мои, все вы останетесь голодными, кроме тех, кого я накормлю. Так просите же меня накормить вас, и я накормлю вас. Резк в руках Аллаха, посланник Аллаха сказал, ни одна душа не покинет эту жизнь, пока полностью не заберет весь ее удел, который Аллах предопределил ей. О, рабы мои, вы все останетесь нагими, кроме тех, кого я одену. Так просите же меня одеть вас, и я одену вас. О, рабы мои, поистине вы грешите ночью и днем, а я прощаю все грехи. Так просите же у меня прощение, и я прощу вас. Рау агу муслим. То есть здесь человек понимает то, что все по предопределению Аллаха, все в руках Всевышнего Аллаха, он распоряжается всем. Также Аллах здесь указывает свою милость по отношению нету безгрешных людей. Пророк Мухаммад сказал, Каждый из детей Адама, каждый из людей ошибается, делают какие-то грехи. Но и лучшие из них – это те, которые просят у Аллаха покаяния. И здесь Всевышний Аллах дает надежду грешнику и говорит, поистине вы грешите днем и ночью, однако я прощаю все грехи, я прощаю все грехи. Так просите же у меня простить вас прощение, я прощу вас, говорит Всевышний Аллах. Какие же условия для того, чтобы Аллах принял наши молитвы? Какие же условия для того, чтобы Аллах принял наши дуа? Есть преграды, когда Всевышний Аллах не принимает дуа, есть причины этому. Такие препятствия могут стать неисполнение религиозных обязанностей, ослушание Аллаха, нарушение Его запретов. Грешник отдаляется от Аллаха, тем самым он разрывает, разрывает связь со своим Творцом, с Аллахом. И тогда здесь он заслуживает того, чтобы Аллах оставил его без ответа на его мольбу. Пророк Мухаммад сказал, не забывай об Аллахе в благополучии, и Он не забудет тебя в беде. Часто бывает, больше всего человек вспоминает об Аллахе, когда плохо, когда болезнь какая-то настигла, когда проблемы в делах, когда дети его не слушаются или еще что-то, когда проблема какая-то. Но, однако, посланник Аллаха указал нам на ключ, а пророк Мухаммад от себя ничего не говорит, каждый им сказан слово, это откровение от Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха дал нам ключ к этим решениям, когда тебе хорошо, когда тебя не постигла беда, когда дети тебя слушаются, когда твой холодильник полный, когда у тебя все хорошо, вот тогда не забывай об Аллахе. Вот тогда не забывай об Аллахе благополучии, и Аллах не забудет тебя в беде. Другом хадиси Кудси в Севишна Аллах Субхана Хуа Аллах сказал. «Самым любимым для меня из всего, что делает раб мой в стремлении приблизиться ко мне, то есть делает с неятом, чтобы быть поближе к Аллаху Субхана Хуа Тааля, является то, что я вменил ему в обязанность, то есть пятеро времен намаза обязательных, пост в месяц и будет раб мой стараться приблизиться ко мне, делая больше положено на вафель, то есть дополнительный тахаджуд намаз, духа намаз, пост в понедельник, четверг, три дня в середине месяца, пока, и он будет это делать до того, пока я не полюблю его», говорит Севишна Аллах Субхана Хуа Тааля. «Когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слушать, его зрением, посредством которого он будет видеть, его рукой, которую он будет хватать, его ногой, с помощью которой он будет ходить. Если он попросит меня о чем-нибудь, я обязательно дару ему это, а если обратиться ко мне за защитой, я обязательно защищу его». То есть, что может быть более дороже, более приятнее нам, чем любовь Аллаха Субхана Хуа Тааля. Также, чтобы Аллах Субхана Хуа Тааля ответил на дуа, на мольбу, человек должен быть богобоязненным, богобоязненным не только, как мы сказали, в тяжелое время, но и в благополучное время. Кто боялся Аллаха Субхана Хуа Тааля, повиновался ему в благополучные времена, тому Аллах Субхана Хуа Тааля поможет в трудные времена. История, которая связана с Юнусом, когда оказался он в череве огромной рыбы, Всевышний Аллах Субхана Хуа Тааля сказал о нем, если бы он не был бы одним из приславляющих Аллаха, поминающих Аллаха, то непременно остался бы в ее череве до того дня, когда они будут воскрешены. То есть если бы Юнус не вспоминал Аллаха Субхана Хуа Тааля в хорошие времена, то он бы остался в череве этой рыбы до судного дня, говорит Всевышний Аллах Субхана Хуа Тааля. Также преградой является между рабом, между дуа и Всевышним Аллахом, это когда человек употребляет в пищу запретную, харам, это является одним из больших препятствий, мешающих человеку получить ответ на свою мольбу. Пророк Мухаммад Субхана Хуа Тааля сказал, «Раджулу дуа мусафара». Посланник Аллаха сказал, «Человек, который давно находится в пути», обычно Аллах Субхана Хуа Тааля отвечает на дуа мусафара, «Человек, который давно находится в пути, покрытый пылью, взверошенными волосами, протягивает руки к небу, то есть к Аллаху Субхана Хуа Тааля, взывая, «Господи, Господи, я Рабби, я Рабби». Однако его еда и питье запретны, харам, его одежда, харам, запретна. И вскормлен он был запретным, так как же может прийти ответ на его мольбу? То есть, если человек зарабатывает через харам, кушает это, кормит своих детей, то как же может Аллах Субхан Хуа Тааля ответить на его дуа, говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям. Абдуллах бин Ахмад пишет в своей книге «Аз-Зухад», когда однажды он говорит, что сынов Израиля, дань в Исраиле, постигло бедствие, и они вышли, чтобы обратиться к Аллаху с молитвой, с дуа, и Аллах на тот момент внушил их пророку. «Передай им, вы вышли со скверенными телами и молитесь к Аллаху, обращайтесь ко Всевышнему Аллаху, которыми проливали кровь, наполняли свои дома запретным. Теперь же, когда гнев мой на вас усилился, вы будете только отдаляться от меня». То есть, когда человек много-много-много-много грешит и не делает тяуба, не возвращается ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, кушает харам и не хочет от этого избавиться и просит Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы Аллах ответил ему, то как же Аллах ему ответит, говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям. Поэтому мы все должны задуматься, что мы кушаем, что мы пьем, как мы зарабатываем, для того, чтобы Аллах принял наши дуа. Также одно из препятствий, то, что Аллах не принимает дуа, это неискренность. Когда человек неискренно просит Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то есть бывает такое, человек заучен дуа делает там или какие-то другие, однако его сердце не присутствует во время этого дуа, он неискренно просит у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля дуа, так на автомате. Это тоже одна из преград, то, что Аллах Субхану Субхану ва Тааля не примет его дуа. Потому что, чтобы было принято любое дело, должно быть ихлаз, должна быть искренность. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране. «Взывайте же к Аллаху, посвящая Ему религию целиком, даже если это ненависно неверующим». Говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит. «В мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же никому наряду с Аллахом». Также Аллах Субхану ва Тааля не отвечает на дуа, если человек помимо Аллаха просит еще у кого-то. Приходит он к какому-то колдуну и говорит, сделай мне, помоги мне и так далее. Или к гадалке какой-то ходит. Или просит у идола, или просит даже у праведника, у него стоит, у него просит дуа. То есть в данном случае Аллах Субхану ва Тааля тоже не принимает дуа. Почему? Потому что в предыдущем аяте вначале мы сказали, что Аллах Субхану ва Тааля посредники между рабом и дуа, даже посланник Аллаха Субхану ва Тааля не поставил. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, . Если мои рабы спросят тебя обо мне, о Мухаммад, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он вызывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. То есть отвечают на мой призыв и веруют в меня. Субхану ва Тааля, быть может они последуют верным путем, говорит Сивишн Аллах Субхану ва Тааля в сурат аль-Бакара. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал нам легкий путь. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял дуа, не нужно обращаться через кого-то. Или еще попросил Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах близок к тебе. Он слышит тебя и отвечает на твою дуа. Также Сивишн Аллах Субхану ва Тааля сказал… Также Пророк Мухаммад Субхану ва Тааля сказал, когда Сивишн Аллах Субхану ва Тааля не отвечает на дуа, это когда его беспечное сердце, когда в его сердце есть беспечность. Абу Хурейра Рад Аллаху сказал… Обращайтесь к Аллаху с мольбой, будьте уверены, что ответ придет. Будьте уверены в Аллахе Субхану ва Тааля, что ответ придет. И знайте, что Аллах не отвечает на мольбу того, чье сердце небрежно и беспечно. То есть бывает такое, что человек делает дуа и неискренно, то есть у него нет убежденности, якина. То есть Аллах Субхану ва Тааля ответит ли или нет. Он сомневается, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ответит. Великий аят. Иногда мы читаем аяты, иногда останавливаемся на них и задумываемся еще больше. Один из таких аятов Всевышний Аллах говорит… Что вы думаете о Господе миров? Вот здесь нужно задумывать. Что мы думаем об Аллахе Субхану ва Тааля? Как мы думаем о нем? Аллах Субхану ва Тааля в Хадисе Кудсе сказал… Я таков, как обо мне думает мой раб. Если раб думает искренне, что Аллах Субхану ва Тааля ответит на его дуа, простит ему, примет его дуа, то он и застанет Всевышнего Аллаха таким. Если он будет сомневаться, то таким он застанет Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Также одна из преград то, что Аллах Субхану ва Тааля не принимает дуа – это оставление призыва ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. То есть это когда человек отказывается побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля также не отвечает на его мольбу. То есть когда человек видит, что, например, в его семье супруга занимается харамными делами, дети не ослушаются Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он не обращает на это внимание. Он не побуждает к одобряемому и не останавливает от порицаемого. Пророк Мухаммад Субхану ва Тааля сказал, то есть «Клянусь тем, в чьей ладни моя душа». Клянусь Аллахом Субхану ва Тааля. Вы будете побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, а иначе Аллах Субхану ва Тааля нашлет на вас наказание, и потом вы будете взывать к нему, но не получите ответа». То есть если человек видит какой-то харамный поступок, он к чем нужен? Посланник Аллаха Субхану ва Тааля сказал, то, кто из вас увидел прицаемый Мункер, пусть остановит это рукой. Это кто может сделать? Это глава семьи может сделать, остановить какой-то грех. Если не может рукой, то пусть остановит это языком, сделает наставление. Но если у него нет возможности ни рукой, ни сердцем это сделать, то пусть он сделает это сердцем. То есть пусть он не любит этот грех, который совершает какой-то человек. И это самая низшая степень имана, сказал посланник Аллаха Субхану. Также Умар передает то, что пророк Мухаммад сказал . Мольба помогает от того, что уже случилось. То есть случилось какое-то бедствие, и человек начинает делать дуа, чтобы Аллах облегчил ему это испытание. Чтобы Аллах дал ему возможность выйти из этого положения. То есть мольба, дуа помогает от того, что уже случилось, и от того, что еще не случилось. Что еще не случилось, Аллах Субхану даля помогает. Это отвечает, но дуа. Он может поменять в другом хадисе, сказал посланник Аллаха Салаллаху алейкум дисциплина, дуа единственное что это меняет предопределение Всевышнего Аллаха Субхану . Обращайтесь же к Аллаху с мольбами с дуа о рабе Аллаха threat посланник Аллаха Салаллаху алейкум дисциплинах. Также дуа, мольба помогает рабу зайти в рай Всевышнего Аллаха. Обращение к Аллаху помогает человеку войти в рай. В последнем аяте Сурата-Фуркан Всевышний говорит . Аллах на вас даже не обратит внимания, если вы не будете делать дуа. И также Всевышний Аллах сказал в Коране, далил, доказательство на то, что дуа помогает человеку зайти в рай. Ва-экбльа багзу-моя блоки силы. Хọi-блия кунт health ныранисима cholesterol аналагии. Х28 таун и treasury в lange покаа ни нашей ма настроение о р importantes Аллах сигадала великой питания колеса закрученица и 31 сегон. Он сказал на кунтан Pikна каз funkyль habitанием. В Изенаки Alles горит ветром. они будут расспрашивать друг друга. Они скажут, обитатели рая, прежде находясь в кругу своих семей, мы трепетали от страха. То есть у нас был, в наших сердцах был страх, первым всевышний Аллаху, Субхану Аталию, трепет. Аллах же оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра. Ветра Азаба, Саму. И также Аллах, Субхану Аталию, оберег. Если от ветра, значит, получается, Аллах, Субхану Аталию, оберег их от ада, от наказания, от джаханнама. Мы взывали к нему прежде. То есть мы делали дуа, просили, молили Всевышнего Аллаха, Субхану Аталию, поистине Он, Всевышний Аллах, Субхану Аталию, добродетельный, милосердный. То есть это является дуа причиной для того, чтобы человек попал в рай. Также Всевышний Аллах, Субхану Аталию, сообщил о том, что обитатели рая будут спрашивать друг друга о том, что они делали в этом мире, а также о том, что помогло им попасть в райскую обитель. И одним из них будут говорить другим, что они попали в рай, потому что в земной жизни боялись Аллаха, страшились Его, Субхану Аталию, страшились Его наказания, избегали грехов, совершали благие дела, и Аллах, Субхану Аталию, даровал им успех. Уберег их от наказания в огне, по милости своей, Субхану Аталию. Потому что в этом мире они просили Его избавить от адского пламени и везти их в рай. Аллах, Субхану Аталию, говорит в Коране, «Взывайте Господу своему со смирением и втайне». Поистине, Аллах, Субхану Аталию, не любит преступников. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она проведена в порядок. «Взывайте к Нему со страхом и надеждой». Поистине, Всевышний Аллах, поистине, Всевышний Аллах, Субхану Аталию, милость Аллаха близка к творящим добро. То есть те, кто совершает добро, милость Всевышний Аллах, Субхану Аталию, близка от таких людей. И в конце хотелось бы сказать, что привести, время уже мало, перевод прочитаем, Ибн-Ул-Каим, рахмахуллах, говорит о том, что способствует получению ответа на мольбу. Если во время обращения к Аллаху, Субхану Аталию, сердце человека сосредоточено, и его мольба придется на одно из времен, в которые мольба не остается без ответа. В какие времена Аллах, Субхану Аталию, принимает дуа? Это последняя треть ночи. Тахаджут, Кияму-Лейль. Последняя треть ночи. Время Азана. Время между Азаном и Икамой, когда время оставляется. Время после обязательных молитв. Последний час пятницы. То есть, когда сегодня пятница, последний час пятницы. Нету преграды между дуа и Аллахом, Субхану Аталию, и после полуденной молитвы. И если сердце человека наполнено богобоязненностью и смирением перед Всевышним, Аллахом, Субхану Аталию, если человек обратился в сторону кибли, пребывая в состоянии ритуальной чистоты, то есть, омовения, тогда вознесет руки к Аллаху, Субхану Аталию. Первое, адаб. Вот здесь вот идет адаба дуа. То есть, какой должен быть адаб. Первое, что он сделает восхваление Аллаху, Субхану Аталию. И второе, салават за пророка Мухаммада, Салаллаху Алейхи Вассалям. То такое дуа Всевышний Аллах, Субхану Аталию, принимает, и не оставит его, говорит Ибн Каим. Рахмагу Аллаху. И также мы все должны бояться дуа притесненного человека. Если какой-то человек притеснил его, забрал от него его имущество, то есть, сделал ему какое-то притеснение, то должен знать тот, кто притесняет, что между этим притесненным и Всевышним нету занавеса. Пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхи Вассалям, сказал, Бойся мольбы притесненного, поистине, между этой мольбой, этим дуа и Всевышним Аллахом нету занавеса. Также дуа родителей за своих детей, мамы за своего ребенка. Эти дуа все принимает Всевышний Аллаху Субхану Ата'аля. Просим Аллаху Субхану Ата'аля, чтобы мы просили Всевышнего Аллаху Субхану Ата'аля, чтобы у нас не было преграды между нашим дуа и Всевышним Аллахом Субхану Ата'аля, чтобы сердца наши всегда были привязаны к Аллаху Субхану Ата'аля. Субтитры создавал DimaTorzok